10 книг о бизнесе, которые стоит прочесть каждому. И первая книга это «Хватит мечтать, займись делом» Кэл Ньюпорт. Самый распространенный совет, который можно увидеть практически в любой книге этого жанра, будьте целеустремленными и преследуйте свою страсть, а успех придет. Профессор Кэл Ньюпорт проводит важное дополнение к этой рекомендации, при успевании в любом деле может открыть новые двери, дать почву для прогресса и как результат подарить новую страсть. Автор предлагает не отказываться от мечтаний, но быть реалистом и стать профессионалом в том, что у вас получается. Вторая книга «Черный лебедь» Насим Талеб. Людям нравится иллюзия уверенности в завтрашнем дне, подкрепленная прогнозами авторитетных личностей и экспертов. В «Черном лебеди» инвестор и философ Насим Талеб рассказывают об уязвимости такой позиции и на примере краха финансовой системы в 2007 году доказывают, что даже самые защищенные системы подвержены потенциальным опасностям. Третья книга «Не бойся действовать» Шерил Сэндберг. «Не бойся действовать» стоит прочесть, если вы хотите компетентно дискутировать о праве женщин занимать лидерские позиции. Шерил Сэндберг сочетает в своей книге «Данные исследователей» и «Личные истории», рассказывая, как женщины непреднамеренно лишаются шансов на продвижение по карьерной лестнице. Четвертая книга «Сила привычки» Чарльз Дахик. «Сила привычки» — одна из самых полезных и увлекательных книг для молодых людей, стремящихся к счастью и успеху. Журналист The New York Times Чарльз Дахик делится советами, как избавиться от вредной привычки, будь то прокрастинация или курение, с помощью мелких шагов, которые можно сделать уже сейчас. Пятая книга «Брать или отдавать» Адам Грант Что-то в нашей культуре говорит нам, что мы должны во всем искать свою выгоду, быть расчетливыми и эгоистичными, чтобы чего-то добиться. Психолог Адам Грант рассказывает, почему эта точка зрения ошибочна. Исследования подтверждают, что наиболее успешные люди — те, которые заинтересованы в создании ценностей для других. Адам Грант делится советами, как приносить пользу и при этом преуспевать. Шестая книга «София Амарузо» Основательница интернет-магазина «Нести Гэл» София Амарузо в книге не стесняется делиться с читателем личным опытом. Она рассказывает о своей бунтарской юности и рассуждает о том, как хулиганское поведение помогло и добиться успеха. Книга наполнена практическими советами, которые вдохновят вас следовать своей страсти и найти собственный путь к вершине. Седьмая книга «Думы и поготеи» Наполеон Хилл. Навыки межличностного общения также важны, как и навыки, которые мы привыкли перечислять в резюме. Наполеон Хилл был журналистом, который подружился с промышленным магнатом Эндрю Карнеги. За дружескими беседами Карнеги, который на тот момент был самым богатым человеком в мире, делился с Хиллом уроками, которые он извлек из своего пути от нищеты к богатству. Несмотря на то, что «Дума и богатеи» впервые была опубликована в 1937 году, в ней можно найти актуальные практические советы по построению межличностных отношений и реализации лидерских способностей. Восьмая книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дэйл Карнеги. Любимая книга инвестора и мультимиллиардера Уоррена Баффета. Рассказывает о психологии повседневных межличностных взаимодействий и помогает понять, как стать лидером и влиятельным человеком. Впервые книга была издана в 1936 году, но основные советы о том, как преодолевать конфликты и вдохновлять людей. Цены сегодня не меньше, чем десятилетия назад. Девятая книга «Strange Finder» 2.0 «Дом Рэд». Главная мысль этой книги заключается в том, что мы должны тратить меньше времени на мысли о наших недостатках и сосредоточиться на том, что мы делаем хорошо. Эта книга поможет найти вашу профессиональную нишу, исходя из вашего характера и имеющихся навыков и, возможно, расскажет, где вы принесете больше пользы обществу и преуспеете. И десятая книга в нашем сегодняшнем списке «От нуля к единице». Питер Тиль. Мы живем в то время, когда молодые предприниматели и основатели стартапов быстро становятся миллиардерами, отбирая титул самых влиятельных людей мира у финансистов в Суулл-стрит. Инвестор и миллиардер Питер Тиль приоткрывает завесу над современным состоянием бизнеса и дает увлекательное и лаконичное руководство по созданию компании и управлению ей. Вот такие 10 книг в нашем сегодняшнем списке, которые стоит прочесть каждому, кто хочет начать бизнес. На этом сегодня все. Ставим палец вверх, комментируем, подписываемся на канал. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok